Нам не пояснили, о какой именно семье, опоре общества идет речь. Степень вины работодателя со стороны Арсеном Миттлс признана у нас стопроцентной. А где золото партии? Почему именно Алматинская область стала коррумпированным регионом? Поэт, публицист и диссидент. Я платить у Телесбош за кабель не буду. Как пройти в библиотеку? Общий привет. До стар. Саламетс дарме. С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. В эфире рейтинг главных событий недели. Все время мечтаю начать обзор с большой хорошей новости. Но не получается. Извините. Рубрика «Трагедия недели». Это событие потрясло даже самые черствые сердца, привычные ко всему. В понедельник 22 ноября в Алматинском микрорайоне ЖДСУ Бахтыгулька Дырбаева, 28 лет, выбросила из окна съемной квартиры на девятом этаже троих детей. Шести, пяти и двух лет. А потом прыгнула сама. Все погибли. Вследу их похоронили в Туркестанской области, откуда они приехали в Алмату в поисках лучшей доли. Причиной страшной трагедии называют и конфликт Бахтыгуль с безработным мужем, и социальные проблемы, безденежье, три непогашенных кредита и общий беспросвет. На следующий день после трагедии первый президент передал бразды правления партии Нур-Отан второму президенту. В позапрошлом году Назарбаев передал Тукаеву президентские полномочия. И за полтора месяца до этого тоже случилось страшное событие. Трагедия семьи Ситр, которая случилась в феврале 19-го года в Астане, потрясла весь Казахстан. Когда родители были на работе, в их доме произошел пожар, и в огне погибли пять девочек-сестер. Причиной пожара стала неисправная печь. Не ищу здесь зловещих предзнаменований я о другом. Во вторник Ельбасе представил нам очередные заповеди. Семь столпов государственности. Четвертый столб называется «Семья и традиции опоры общества». Тут написано «Ослабление института семьи – прямая дорога к утрате государственности». Если в одной семье фактически из-за нищеты пятеро детей сгорают в огне, а в другой семье не от хорошей жизни мать убивает троих детей и себя, и на обеих трагедиях стойкий налет обыденности, значит, с четвертым столпом что-то не так, он шатается, а без него не устоят все остальные столпы. Впрочем, нам не пояснили, о какой именно семье, о поре общества идет речь. Рубрика «Полномочия недели». Формально главным политическим событием в Казахстане на уходящей неделе стала сдача Нуратана под ключ Касымжумарту Токаеву. Мы это дело осветили в специальном выпуске, который вышел в тот же день, 23 ноября. Многие зрители удивились, почему такое событие комментирует не Досом Сатпаев, а Андрей Чеботарев. Действительно, зрители к Досому на нашем канале уже привыкли. У нас вышло 5 больших интервью с ним, и почти все были эпохальными. Но, во-первых, Досом еще более занятой человек, чем я, а во-вторых, он не единственный политолог в Казахстане. Да и на канале должны появляться новые лица. Надеюсь, с Сатпаевым мы побеседуем еще не раз. Ну, а если вас интересует его мнение по поводу смены караула в Нур-Отане, я процитирую его пост. В английском языке есть выражение white elephant, белый слон. Это название идет из старой традиции стран Юго-Восточной Азии, где монархи, в знак своей милости, дарили священного белого слода. Вроде подарок, но его уход и содержание обходились в гигантские суммы. А подарить, продать или использовать слона в хозяйстве нельзя. Польза никакой, а забот уйма. И Досом Сатпаев сравнивает партийное решение Назарбаева с дарением Тукаеву белого слона. Чтобы поднять позиции Тукаева перед госаппаратом, который продолжает относиться к нему, Тукаеву, как ко второму номеру. Политолог удивляется, почему первый президент не сделал этого перед парламентскими выборами. И тут же находит ответ. Тогда Тукаеву решили не доверять формированию партийных списков и давать дополнительный рычаг по смене премьер-министра Мамина, которого он, Тукаев, давно хочет убрать. Сейчас же из-за ухудшения ситуации в стране и намеков Тукаева о саботаже госаппарата, его решили усилить в глазах номенклатуры, чтобы та стала работать хотя бы с полпинка. При этом, подчеркивает Досом, ключевые кадровые вопросы до сих пор в руках библиотеки. А Тукаев столкнется с тем, что партийный слон с низким уровнем доверия на самом деле ничего не умеет. И что теперь будет делать Тукаев с этим белым слоном? Пытаться превратить в рабочую лошадку, что маловероятно, или продолжать кормить своих партийных ставленников? Этим риторическим вопросом Досом Садпаев завершает свой пост. Надо сказать, что при всей бесполезности белого слона у него отменный аппетит. В прошлом обзоре я уже рассказывал о том, что в трехлетний республиканский бюджет заложены огромные суммы на финансирование мероприятий предвыборной программы партии Нур-Отан 1 триллион 350 миллиардов тенге на три года или более трех миллиардов долларов. Министерство национальной экономики, которое представляло бюджет, прокомментировало эту статью расходов. Деньги пойдут не на содержание партии, а на реализацию ее предвыборной платформы. Это значит, на выполнение партийных обещаний сделать жизнь лучше, сделать жизнь веселее. А чем партийные обещания отличаются от исполнения социальных обязательств государства, на которые деньги в бюджете тоже заложены? Так для чего партии власти такие сумасшедшие деньги? Я вернусь к началу поста Досома, который намеренно опустил. Передать пост председателя Нур-Отана Токаеву это то же самое, что передать по наследству дорогое похоронное агентство, которое может похоронить все, что угодно. Сравнение резкое, но точное. Еще и по другой причине. Ритуальный бизнес, то есть похоронный, очень прибыльный. И здесь во весь рост встает роль заместителя председателя партии, у которого очень широкие полномочия, в том числе по части управления партийной кассой. Нынешний зампред Бауржан Байбек находится на этом посту уже второй раз и вторая каденция длится около двух с половиной лет. Внештатный помощник премьер-министра Ербол Едилов в своем телеграм-канале Едилов онлайн опубликовал опрос на тему, куда могут назначить Бауржана Байбека. Проголосовало порядка 10 тысяч человек. Больше 30% считают, что его назначат вице-премьером. 40% что Акимом столицы. И четверть опрошенных полагают, что Байбек сохранит свой пост. Мы видим, что Нур-Отан это во многих отношениях реинкарнация КПСС. И вне зависимости от того, кто будет зампредом или даже лидером этой организации, когда закончится транзит, мы можем столкнуться с той же проблемой, что и 30 лет назад. А где золото партии? Тогда оно исчезло и его давно уже перестали искать. А что касается постепенной передачи разных полномочий от Назарбаева к Токаеву, сначала президентских, потом в ассамблеи народа Казахстана, теперь партийных, то мне тут вспоминается стишок поэта Владимира Вишневского. Я долго буду вам виднеться, когда я буду уходить. Короткая пауза, чтобы подписаться на канал, нажать на колокольчик для получения уведомления о новых выпусках, поставить лайк, написать коммент и поделиться ссылкой на это видео в ваших социальных сетях, чатах и мессенджерах. И я всегда приветствую донаты всем, кто уже прислал или еще пришлет, Копрахмет, огромное спасибо. И у меня к вам просьба, если будете отправлять перевод, сделайте приписку донат или в дар. Безбергемес, мы делаем гиперборей вместе. Продолжаем выпуск. Рубрика «Вина недели». В среду министр ПОЧС Юрий Ильин рассказал о результатах работы правительственной комиссии по расследованию выброса метана на шахте Абайская в Карагандинской области 7 ноября. Тогда в результате аварии погибли шестеро шахтеров. Степень вины работников, которые погибли в результате комиссии установила, что их 0%, то есть вина работников, которые пострадали и погибли в шахте не признана. Степень вины работодателя со стороны Арселор Миттлс признана у нас стопроцентной. Вина Арселор Миттл 100%. Это официальная позиция казахстанского министра. Неделю назад мы говорили с Олегом Гусевым, журналистом из Карагандинской области, и тогда он рассказал о вероятных, по его мнению, причинах трагедии. В 2001 году компания должна была закупить на сумму около 300 миллионов тенге газоанализаторы и метанометры. Так, вот выяснилось, что эти деньги не только не выделили, ну то есть их не купили, деньги не выделили, но эти деньги еще и не подписали даже. Вы можете себе представить, это конец октября, начало ноября, деньги не подписаны даже. Если их подписать и выделить прям немедленно, а заказывают их в России на оборонном предприятии, там как на базаре не придешь и не купишь. То есть, ты делаешь заказ, еще какое-то время будет изготавливаться изготавливаться все это. Соответственно, так это просто показывает сам уровень отношения компании к безопасности. Вот. То есть, экономия безопасности получается? Да. Ну и причем такие деньги смешные для компании, там, около 300 миллионов тенге. Еще один момент. это вот на той же шахте Табайская в сентябре и в октябре было два выброса, но поскольку обошлось без человеческих жертв, то тогда их, в общем-то, отнесли к таким газодинамические явления без человеческих жертв, есть такой термин. Вот. А потом уже мне в комментариях шахтеры написали, что за неделю до трагедии был тоже выброс. Ну, то есть, если смертей нет, то на эти вещи можно просто внимания не обращать. То есть, сигналы о возможной трагедии, о выбросе метана, их было несколько, но их замолчали. Да, в течение месяца, грубо говоря, три. Это тот редкий случай, когда выводы министра и журналиста совпали. Напомню, что Олег Гусев постоянно пишет о проблемах шахтеров и металлургов и о беспределе инвестора не первый год и даже не первое десятилетие. Я часто думаю, сколько трагедий можно было избежать и сколько человеческих жизней можно было спасти, если бы власть хотя бы иногда прислушалась к журналистам, которые бьют тревогу во все колокола. И не только на шахтах и заводах Карагандинской области. Рубрика «Кадровые назначения недели». В среду 24 ноября президент Тукаев своим указом освободил от должности Акима Алманхинской области Амандыка Баталова. По возрасту Амандык Габасович был самым старшим из областных Акимов. 22 ноября ему исполнилось 69 лет. Расскажу немного о личных впечатлениях от Баталова. Во второй половине 80-х я 5 лет проработал в Алматинской областной газете «Огни Алатау». Тогда она находилась в Алмате, а в 90-х редакция переехала в Талдыкурган. В конце июня 2018 года газете исполнилось 100 лет, и Алматинский областной Акимат пригласил алматинских журналистов, ветеранов издания на праздник в Талдык. Нас набралось аж целых два автобуса. Выпустили подарочную книгу, устроили концерт с банкетом, но что меня больше всего поразило, Аким Баталов вручил ключи от квартир пятерым сотрудникам редакции. С таким отношением к журналистам я в Алмате последние 30 лет не сталкивался. И Талдыкурган мне нравится, я там бываю где-то раз в год. И за 7 лет при Баталове город явно похорошел. Кстати, и смог пропал. Районные котельные перевели на газ. Но с другой стороны, за последние несколько лет в Алматинской области махровым цветом расцвела земельная коррупция. в Магистау и в Атарау и в Актюбинске и в Казаларде и в Жамбылске и в Акмолинской областях очень много земельных нарушений. Но вот Алматинская область она стоит особняком среди всех регионов. Почему это говорю? Лично мне обращаются сотни жалоб. Если сотня жалоб поступает в ней обязательно 60-70 жалоб это Алматинская область. Остальные 40 жалоб это другие области. Почему именно Алматинская область стала коррумпированным регионом по всему Казахстану именно с высоким риском коррупционных рисков в земельных отношениях? Ну это очевидно. Каждый приходящий Аким район он не то есть само назначение на эту должность оно не обходится без соответствующих коррупционных рисков. и соответственно само назначение местных Акимов сельских округов начальника отдела земельных отношений оно имеет определенные коррупционные риски. Достаточно отметить что на уровне должностей сидят уже самые близкие родственники. если Аким сельского округа то есть если Акимом сидит например район сидит заместитель Акима района сидит человек его близкий родственник собирать Аким сельского округа это В Киеррубулаке есть Это в Талгаре есть Это в Карасайском районе например такие карьеры Если, например, в Толгарском районе выдают землю на водоохранной полосе, на санитарно-защитной зоне кладбища, около аэропортов, то здесь, в Емель-Казахском районе, это выдают землю, незаконно выдают земли сельхозугодия, накладкой выдают, в пределах национальных природных парков выдают земельные участки, около карьеров выдают земельные участки. Такая же аналогичная ситуация, имеет место в Емель-Казахском именно паевые земли, незаконно отбирают паевые земли у местного населения, передают их каким-то под предлогом инвесторов, третьим лицам, которые аффилированы с местным акематом. Такая ситуация в Кербулакском районе, в Жамбылском районе, в Карасайском районе имеет место. То есть, практически, Алматинская область стала фаворитом среди всех регионов по земельным махинациям, аферам и нарушениям земельного кодекса. Как это решить? По всей Алматинской области, вот эта вот эпидемия массового воровства за счет земель незаконной выдачи, оно никак не меняется? Вот эти показатели, какие бы аресты, какие бы суды над этими коррумпированными чиновниками не имели места, то есть, вот эта вот статистика не меняется. То есть, приходят другие коррупционеры. То есть, здесь, я так считаю, нужно на глубинном уровне где-то менять систему. Нужен общественный контроль, усиление общественного контроля. Акимом Алматинской области стал Канат Бузумбаев, работавший помощником президента, до этого министром энергетики Акимом Павлодарской и Жамбылской областей. Возглавлял КИГОК и далее по списку. В людях неистребима уверенность, что новый начальник почему-то обязательно должен быть лучше старого. Особенно, если старый сидел слишком долго и успел надоесть. Когда преемник не оказывается лучше предшественника, а совсем наоборот, а такое сплошь и рядом случается, люди начинают возмущаться или впадать в отчаяние. Поэтому мой вам совет, чтобы не разочаровываться, не очаровывайтесь. И как тут не вспомнить нетленку? У вас других нету, поэтому держите за меня. Следующий хуже будет еще. Рубрика «Утраты недели». К сожалению, она уже стала традиционной. 24 ноября ушел из жизни Арон Атабек. Поэт, публицист и диссидент. Арон был участником декабрьских событий в Алмате в 1986 году. Не остался в стороне и спустя 20 лет, когда в июле 2006 жители алматинских поселков Шанарак и Бакай оказали сопротивление представителям власти, которые начали сносить их дома, построенные, по заявлению Акимата, незаконно. Тогда подожгли пожарную машину и офицера полиции. Все это было при Акиме Алма-Аты и Манголи Тасмагенбетове. Атабека обвинили в организации беспорядков и приговорили к 18 годам. Арон так никогда и не признал своей вины. В 2010 году ему была присуждена международная премия Freedom to Create – Свобода творить в номинации «Творец заключений» – Imprisoned Artist. В начале октября его освободили на три года раньше окончания срока. Арон Атабек жил свободным и умер свободным человеком. Вечная память. Иманды Болсон. И еще одна утрата. 22 ноября не стала моей коллеги Людмилой Мананниковой. Она работала в газетах «Ленинская смена», «Агнила Атау», «Труд Казахстан». Прощайте, Людмила Борисовна. Мои искренние соболезнования ее близким и друзьям. Рубрика «Форум недели». В четверг прошел очередной медиа-курултай, организованный казахстанским пресс-клубом. Одним из его гостей стал депутат Мажелиса Айдос Сарын, автор знаменитых поправок про кибербуллинг. Напомню, что под прикритим заботы о психическом здоровье людей власти собирались проточить резкие ограничения свободы социальных сетей в Казахстане. И 15 сентября законопроект даже прошел первое чтение в Мажелисе. Но потом процесс забуксовал. Сейчас ситуация такая. Со всеми техногигантами проведены переговоры. Есть позиции правительства и техногиганты, когда начали разговаривать. Там есть несколько моментов, они сказали. Прежде всего, надо понимать, что интернет и соцсети это не вводится. И в этой связи, наверное, будут меняться таким образом. Сейчас мы ждем с правительства законопроект, то есть заключение и версию. Мы сейчас и изначально не настаивали, теперь не будем настаивать. Мы говорили, вот это обязательная регистрация офиса, стул, стул, печать и так далее. Это было так, переговорная позиция. Мы говорили, если вы будете идти на встречу, если будут уполномоченные в каждой социальной сети, условно говоря, казахскоязычный контент-менеджер, который будет на связи находиться, то мы готовы на виртуальные представительства и так далее. Мы, наверное, к этому вернемся. То есть, скорее ли, мы будем говорить о том, что и техногиганты у себя нанимают, неважно где это, в Гонконге, в Трублине, еще где-то, людей, которые будут находиться в сотрудничестве с нашими госорганами. Повторяю, здесь не только же киберболин, да, там и вопрос наркотиков, на вопрос, там, порнографии детской и так далее, и так далее, там огромный вопрос. И тогда мы не будем настаивать на том, и мы, наверное, снимем в этой части. Главное, что контакт налажен, есть понимание, закон определяет понятие уполномоченного органа и так далее. То есть, казахстанцам незачем, ну, вообще не стоит бояться, что их любимые социальные сети, игрушки, игрушки, вещи, они будут заблокированы и так далее. Резюмирую коротко то, что сказал Сарын. Первое, Казахстан больше не настаивает на физическом представительстве IT-гигантов в нашей стране. И надо полагать, на казахстанском гражданстве их представителей тоже. Второе, социальные сети заблокированы не будут. Но с другой стороны, кто такой Сарын, чтобы что-то обещать и гарантировать? С чего это вдруг власть возьмет и откажется от своего основного инстинкта душить свободу слова? Как от него откажешься? Он же инстинкт. Привычка вторая натура. Крокодил заднего хода не дает. Так что давайте не расслабляться. Мы прекрасно знаем, с кем имеем дело. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно. Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Рубрика «Мусор в неделе». В минувший четверг на канале «Гиперболей» вышло интервью эколога из Восточного Казахстана Даулета Асанова. Мы поговорили о многих проблемах области, в том числе о строительстве мусоросжигательного завода в черте Усть-Каменогорска. Напомню, 15 июля прошел аукцион по отбору проектов энергетической утилизации отходов, то есть по сжиганию мусора в шести городах Казахстана. На торгах в упорной борьбе единственный участник ТОО «Уэйсту Эдерджи» одержал победу над самим собой. И в официальных документах аукциона указывалось, что под мусоросжигательный завод Усть-Каменогорска отведен земельный участок в 5 гектаров в Уландском районе. Но теперь переиграли и будут строить черти города рядом со свалкой. Также дешевле, чем возить мусор в район. Ну а то, что это будет еще один источник вони и загрязнений воздуха там, где и так дышать нечем, так кто у нас когда считался с людьми? Не успело это интервью выйти в эфир, как мне сообщили, что в Алма-Ате повторяется та же самая история. Предварительно мусоросжигательный завод площадью 15 Га для Алма-Аты планировали строить в Карасайском районе в Атейском сельском округе. Но тут источник мне пишет, что частная компания планирует построить мусоросжигательный завод на территории тех же 15 гектаров, но в черте города Алма-Аты рядом с ТЭЦ-2. Он мне и кадастровый номер участка прислал вместе с его адресом. Алатауский район, микрорайон Алгабас, улица 7, участок 134-7. И геолокацию участка прислал. И даже план его расположения на спутниковых снимках. Видите, в голубом кружке ТЭЦ-2. В оранжевом участок под мусоросжигательный завод. Между ними золоотвал и мусоросортировочный завод. А вот второй снимок. Красная линия – это граница города Алма-Аты. И вот здесь, в самом уголке, в голубом кружке, участок под МСЗ. Повторюсь, информация о том, что мусор в Алма-Ате будут сжигать в черте города, пока предварительная. Я жду подтверждения. Но в Усть-Каменогорске инфа вполне официальная. О ней объявили городские власти. В четверг я выложил в фейсбуке пост «Мусор будут сжигать в городах». Интересный комментарий оставил Сергей Цой, эксперт по целям устойчивого развития ООН. Он говорит здесь про РОП, то есть про ТОО – оператор РОП. Это, напомню, крестный отец утильсбора, который имеет отношение и к проектам строительства мусоросжигательных заводов. У меня стойкое ощущение, пишет Сергей, что РОП оголтело рассовывает деньги по разным прожектам, откуда большая масса обналичивается и стекает в карманы к более скрытым бенефициарам, нежели мы все наивно предполагаем. Там у них, как сказал бы Жеглов, лежбище. Все проекты направлены на ускорение освоения денег, без подготовки, топорно. А это говорит о том, что времени у этих гавриков осталось крайне мало. Они спешат, делают ошибки, осваивают лавандос. Не будет этих ФСЗ, как и всего остального, чего касается РОП. Все разворуют, не начав, как линию сортировки в ВКО, как тысячи баков для раздельного сбора мусора, не выполняющих свои функции, как еще куча проектов по переработке тех же авто, где доход от металла идет в карман туда же, и многое другое. Непрозрачность – это враг прежде всего акционера РОПа. И она – она. Скоро это должна понять. Когда полезут коррупционные скандалы на физических объемах, куда РОП дает бабло? Конец комментария. Наговаривайте его на нашу семью. Грех это. Рубрика «Утильсбор недели». И чтобы два раза не вставать, продолжим тему оператора РОП применительно к утильсбору. Сначала работа над ошибками. Несколько раз я говорил, что тема утильсбора является табу для президента Токаева. И забыл, что сам же вставлял его цитату про утильсбор в наш фильм «Выхлоп», который вышел в конце июля. Сегодня увеличиваются жалобы бизнеса на необходимость пересмотра утилизационного сбора на автомобиле, в первую очередь на сидельные тягачи. Утилизационный сбор за один тягач в среднем составляет 1,6 миллиона тенге. Для грузоперевозчиков утилизационный сбор представляет существенную нагрузку, которая негативно влияет на обновление автопарка. Поэтому правительству следует подготовить предложение по совершенствованию государственной политики в данной сфере, в том числе по вопросам утилизационного сбора. Ну, во-первых, сидельные тягачи и их владельцы – жертвы утильсбора совсем не в первую очередь. От драконовских поборов страдают все – и автолюбители, и особенно владельцы сельхозтехники, где утильсбор составляет до 13 миллионов тенге с комбайна. А во-вторых, расширенное заседание правительства, на котором выступил Тукаев, состоялось 10 июля. Прошло 4,5 месяца, но ни на одну категорию техники утильсбор снижен не был, в том числе на сидельные тягачи. По крайней мере, документов на этот счет нет. Я специально интересовался у своих спикеров. Вот вам пример саботажа поручений президента со стороны государственного аппарата, а конкретно правительства Мамина. И пока должность премьера остается продукцией двойного назначения и подчинения, этот саботаж будет продолжаться. Утильсбор в Казахстане собирается не только с того, что имеет мотор или упаковку, но также и с кабельно-проводниковой продукцией. Что вообще-то может показаться абсурдом. Много ли вы видели кабеля на помойках и на свалках? Но утильсбор на него ввели в Казахстане в июне этого года в размере 5% от его стоимости. 1 ноября Союз промышленников и предприниматель Искермен направил министру экологии Брекешеву жалобу, где было три просьбы. 1. Предоставить информацию о наличии у оператора РОП завода по утилизации и переработке кабеля. 2. Предоставить такую же информацию о наличии у РОП хотя бы системы сбора, переработки и утилизации кабеля. 3. Предоставить данные о количестве ежегодно собираемых отходов кабельно-проводниковой продукции, которые подлежат переработке и утилизации. Во вторник кабельщикам ответил вице-министр экологии Ахмеджан Примкулов. Его ответ был довольно куртуазным. Отрасль утилизации кабельной продукции находится на начальном этапе. Если перевести на понятный язык, то у оператора РОП нет ничего. Ни завода, ни системы сбора и переработки, ни даже статистики по отходам. Но деньги за утилизацию кабеля компания исправно собирает уже почти полгода. На них типа отрасль и будет развиваться. Активист группы Нет Утилизбору Владимир Ким в этой связи пишет в Фейсбуке. «Согласно закону и договору с оператором РОП, я не обязан оплачивать развитие системы утилизации в стране. И тем более я не согласен оплачивать строительство чьих-то частных заводов, которые выберет РОП по известным всем критериям. Я обязан платить только за сбор, транспортировку и утилизацию. Если этого РОП не делает, то за что я должен платить? Поэтому, пока государство не приведет в порядок систему утилизации кабельных отходов и не докажет, что эти отходы вообще существуют в природе, «Я платить утилизбор за кабель не буду». «К суду готов», – пишет Ким. «Можете подавать на меня иск. Только, скорее всего, я это сделаю раньше вас», – господа чиновники из Министерства экологии. В группе «Нет утилизбору», где уже больше 15 тысяч участников, аналогичная реакция на письмо вице-министра экологии. Примкулов напомнил нам о том, что то же самое было и с автомобилями. С 2016 по 2018 год собирался утилизбор на автотранспорт, а его утилизация не проводилась. На что же тогда тратил деньги оператор РОП? Держал на депозитах и получал немалые проценты? Или, может, финансировал строительство частых заводов, которые впоследствии стали перерабатывать авто и прочие отходы? Куда же уходили и уходят народные деньги? Почему РОП вместо обещанной публичности, наоборот, полностью закрылся и удаляет все результаты конкурсов со своего сайта? Не пришла ли пора провести проверку финансовой деятельности ТОО-оператор РОП и придать ее результаты публичной огласке? Ртов прошу не открывать! Имейте в виду, мародерство я не допущу! Никаких нарушений закона! Все, что нам нужно, удоевцы отдадут нам сами! И традиционная финальная рубрика «Засыпка недели». Конечно, речь о малом талдеколе. 25 ноября юрист Шенгестемир, которого вы уже знаете, выложил пост под заголовком «Закопать малый талдеколь любой ценой». Вот что он пишет. Пришел ответ на очередную нашу жалобу. Зампредкомитета строительства СЖКХ столицы Алмаз Идрисов ошарашил застройщику, который был привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям КОАП, фактически продлили возможность закапывать озеро до 20 декабря. Речь тут про злостного нарушителя ТОО САД-НС. Ему было предписано за 30 дней устранить нарушения и приостановить на этот период все работы. Но застройщик наплевал на закон, на предписание, на ГАЗ и продолжил работу. Мы рассчитывали, что теперь-то его накажут, но не тут-то было. Застройщик попросил еще время, мол, не успевает он и озеро закопать, и документы сделать. Дайте еще месяц, и тогда приведу все разрешения в порядок. Ну а то, что параллельно озеро закопаю, мне все равно никто ничего не сделает. Переписываясь с нашими чиновниками, я начинаю ощущать себя идиотом, пишет молодой юрист. Как бы там ни было, однозначно можно сделать вывод об одном. Пока мы с чиновниками занимаемся бумагоморательством, площадь малого Талдеколя уверенно сокращается. На глазах у Министерства экологии, президента, общества, да и всего мира совершается преступление. Постскриптум. Наш первый иск уже в суде. Ожидаем. Конец поста. А за день до этого поста, 24 ноября, президент Токаев принял Акима столицы Кульгинова. О малом Талдеколе в коротком сообщении опять не было ни слова. А вы что спросили? Как пройти в библиотеку? И в заключении анонс. В четверг поговорим об энергетике. Информационных поводов на эту тему нынешней осенью валом. Это перебои с электричеством, как в 90-е. Продажа арабам двух ГЭС в Восточном Казахстане. И пакетов акций в Самрук Энерго и Кегок. Майнинговые фермы. Решимость Тукаева строить АЭС. Начало проекта строительства газовой станции до Алматинской ТЭЦ-2. И много чего еще. Моим собеседником будет энергетик Осет Наурзбаев. Чтобы не пропустить такой интересный контент, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь ссылками на это видео в своих социальных сетях, чатах и мессенджерах. И поддерживайте нас донатами. Всем, кто уже прислал или еще пришлет Копрахмет. Огромное спасибо. В Исбергемис мы делаем гиперборей вместе. И одна просьба. Если будете посылать перевод, обязательно укажите донат или в дар. На этом я с вами прощаюсь. Сау Волонас Дар. Гиперборей, гри-гри-гри-гри. Это супер!